В первую очередь я хочу поздравить команду с проходом в следующий раунд. Все-таки плей-офф лиги Европы это серьезный уже уровень. Андерлег серьезный соперник следующий. Если говорить про противостояние с Линкольном, ну скажу так, что бывают трудные матчи, а бывают, как сегодня, труднейший матч. То есть здесь и психология, здесь и момент такой, что 2-0 после первого матча имели ганди-кап небольшой. И важно было настроить команду, абстрагироваться от результата первого матча. Конечно, хотели не пропустить, чтобы все-таки найти свои контраргументы и забить, постараться в каких-то своих атакующих действиях, найти моменты для того, чтобы забить первыми. Но то, как складывался матч, пропустили гол, и вот эта немножко нервозность, которая появилась, ну пришлось в перерыве реагировать. Четыре замены сделали, выпустили свежих футболистов для того, чтобы как-то улучшить наши действия. Ну и как следствие забитый мяч Альфредом, и стало немножко полегче. Вот, ну вроде все было под контролем, но затем вот опять-таки фланговая атака, и рикошет, и залетает нам гол, и естественно, что концовка уже нервозная. Ну а так, в целом, хочу сказать, поблагодарить команду за характер. Все-таки мы, конечно, стараемся на внешние факторы не обращать внимания. Там искусственное поле, 18-0 начало матча, тут жаркая погода. Нет, это не удел сильных команд, а я считаю, что у нас команда сильная. Мы не будем обращать внимания на эти внешние факторы. Главный итог, то, что мы прошли дальше и достигли серьезного достижения. 9 лет Минская Динамо не играла в групповых стадиях Еврокубков, поэтому для нас это на данный момент серьезное достижение. Будем готовиться к Андерлехту, как говорится, синицу в руках держим, постараемся ухватить журавля в небе в виде Андерлехта. Как получится, посмотрим, но будем серьезнейшим образом готовиться. Усилить игру можно только за счет того, чтобы сбросить груз ответственности. Я думаю, что вот те матчи, которые мы сыграли с Лудогорцем, команда, понятно, Лудогорец сильнее, чем Линкольн объективно. И мы достаточно целостно выглядели в этих матчах. Хоть и проиграли первый матч в Болгарии, но дома в Венгрии выиграли 1-0 и неплохо получалось. И вот здесь вот эта чистая психология, когда вроде Линкольн, конечно, слабее по уровню, чем Лудогорец, но вот эта ответственность за то, чтобы сделать этот шаг, она немножко сковала и давила на ребят. Поэтому очень важно сейчас успокоиться, выдохнуть, как говорится. Уже задачу минимум мы выполнили, вышли в групповую этапы Лиги Конференции. Постараемся сейчас, еще раз говорю, ухватить журавля в небе в лице Андерлекта. Хотя понимаем, насколько Андерлект серьезный соперник. Поэтому самое главное усилить игру мы можем тем, чтобы все-таки вернуться к тому рисунку игры, который мы продемонстрировали с Лудогорцем. Организация, доигровка эпизодов, доводить свои атакующие действия до логического завершения в виде ударов и прострелов, передач каких-то опроникающих. Вот за счет этих качеств надо нам подготовиться и сработать с Андерлектом. Понятно, что, наверное, нам надо будет сработать в контратакующей манере, организованно в коллективной обороне командной сработать, потому что Андерлект, конечно, команда серьезного уровня. Поэтому будем готовиться. Сказал, единственное, сказал ребятам, что, ребята, будет труднейший второй тайм, потому что мы проиграем 1-0, опять-таки, здесь соперник. Ну, сказать, что они что-то так сильно нагнетали на нас, не скажешь. И тут вопрос с собой выходил на поверхность. Это нам добавить в нашей игре для того, чтобы забить этот гол. Ну, слава богу, еще раз говорю, обошлось. Мы забили этот гол, Альфред в нужный момент забил. И мы каким-то образом погасили немножко вот этот наступательный пыл соперника. Ну, а в концовке уже, еще раз говорю, тут, конечно, нужно, важно было дотерпеть. Поэтому с этой точки зрения, еще раз говорю, положительные эмоции от того, что мы сделали хорошее дело, прошли следующий ранг Лиги Европы и имеем уже у себя групповую стадию Лиги Конференции. Ну, я скажу, что сегодня достаточно хорошо сработал Альфред. Очень много единоборств, плюс забитый гол. Это тоже, как бы, хорошее его действие, да, условно говоря, потому что он до этого у нас не забивал голы. Он только заработал пенальти, из которого Гаврилович с пинником забил. Вот, а сейчас вот он отличился уже, и мы ждали от него, что, наконец-то, может, нападающий у нас уже забьет. Вот, поэтому с этой точки зрения хочу сказать, что Альфред сегодня, ну, на мой взгляд, лучший игрок матча. Ну, как вот есть, как ситуация, она вырисовывается в связи с участием в групповой стадии Еврокубка. Вот, еще после матча с Эндерлехт и посмотрим все-таки, где мы окажемся по итогу, да. Ну, в любом случае, если это Лига Конференции, это 6 матчей на групповой стадии. Если это Лига Европы, условно, это 8 матчей, да. Плюс нам надо долги чемпионату отдавать. Будем как-то находить в календаре те паузы, не паузы, а резервные дни, которые существуют, да, для того, чтобы все-таки возвращать долги, вот. Ну, и очень важно тоже не сбрасываться счетом в наш внутренний чемпионат. Мы все-таки хотим сохранить титул и, как говорится, взять чемпионство. Да, болельщиков поздравляю, да, с проходом в следующий раунд. Да, сегодня, к сожалению, не выиграли, но я думаю, что игра забудется, да, результат останется. Самое главное то, что по сумме двух матчей мы все-таки прошли дальше и в какой-то степени, я думаю, что сейчас команда поспокойнее будет готовиться уже к следующим матчам. Поэтому благодарен всем болельщикам Минского Динамо, нашей страны, те, которые поддерживали нас на протяжении этой двухраундовой встречи с Линкольном. Вот, и поэтому благодарны вам за эту поддержку. Постараемся и в следующем раунде также хороший результат показать.